Всем привет! Законопроект направлен на усиление гарантии защиты прав и законных интересов граждан каких? Евросоюза, США, Израиля, Папуа, Новая, Гвинея. Граждан-то каких? Тех, что вывезли огромное количество денег из России? В настоящее время существует практическая потребность в проведении осмотр места происшествия. Она сейчас появилась, понимаете, ни вчера, ни позавчера, ни год назад. Именно сейчас, в настоящее время. Представьте себе такую ситуацию в не столь отдаленном будущем. Вашу машину, гараж, дачу или квартиру в то время, когда вас нет дома, заламываются мусора, подбрасывают там наркотики, обязательно еще что-нибудь украдут. А после того, когда они оттуда уйдут, составив акт осмотра с понятыми и поднятием, собственно, предметов, которые намерены вам менить в вину, уже находят вас. Возможно, выпиливают двери на дачу или в квартиру. Все зависит от того, где вы будете находиться на тот момент времени. После чего доставляют вас в свой отдел полиции, усыпляют хлороформом или бьют по голове. В то время, когда вы находитесь в бессознательном состоянии, они берут пакет, допустим, с наркотиками, кладут вам в руку и оставляют таким образом ваши отпечатки пальцев. А дальше закрывают на 48 часов до избрания меры пресечения. За это время они проводят экспертизы и, собственно, отправляют вас уже в СИЗО. Туда приходит их адвокат и предлагает вам за солидную внушительную сумму освобождение от уголовной ответственности. Ну, свои собственные услуги с конкретным гарантированным результатом. Нет денег? Ну, продавайте квартиру, машину, что у вас там есть. Вы думаете, это невозможно? Нет, это очень даже скоро будет возможным и в больших количествах. Почему? Потому что мусоров освобождают от ответственности и дают им такие возможности. Сотрудник не подлежит преследованию за совершенные им должностные преступления и превышения полномочий. Это не откат к закону о милиции и не провал реформы МВД. Все гораздо хуже. Можно выделить три причины. Причина первая — это некомпетентность. В условиях, когда мусора начальники фактически командуют судами, их подчиненные в отсутствие какого-либо спроса и прокурорского надзора превратились в стадо фальсификаторов материалов административных и уголовных дел, которые в суде завсегда правы. Соответственно, если с работника не спрашивать, он никогда не научится работать. Причина вторая — это глубочайший социально-экономический кризис в России, который будет только усугубляться. Недовольных людей будет уже не десятки, не сотни, а тысячи и более. Соответственно, необходимо сажать массово. Для этого и вносятся эти поправки. И причина третья — коррупционная составляющая. Доходы от криминального бизнеса, которые ведут сотрудники МВД в виде проституток, наркотиков, фальсифицированного алкоголя, некачественного, резко упали. И от других тоже резко упали в связи с падением доходов населения. И принято такое решение выступать с этой инициативой, ее продвигать для того, чтобы увеличить свои коррупционные поступления путем вымогательства с использованием уголовно-процессуального и административного кодекса. То есть фальсификация административных уголовных дел для получения, собственно, денег с населения. Основание для незамедлительного задержания. Но вы же можете убежать. Правильно. Тогда не получится пресечь административное правонарушение. Комментарий о том, что сотрудника МВД не обязан вам будет представляться неверным. Обязан будет. После вашего задержания, в том случае, если вы совершаете правонарушение, его необходимо именно пресекать путем ограничения ваших прав и свобод. Соответственно, в действующей редакции закона о полиции, когда к вам начинают лезть и мусора, у вас есть время хотя бы залезть в карман, достать мобильный телефон и включить видеозапись. А сейчас у вас этого времени не будет. Вас будут сразу хватать, ввести в отдел и фальсифицировать вам административное дело. А поскольку вы административно задержаны, у вас все предметы изымаются. Проверять документы, заменить словами, требовать представиться и принимать меры по идентификации указанных лиц. Это не ваш паспорт, вы не похожи. Поехали, будем вас идентифицировать. Не согласны? 19.3 протокол. Все равно поехали. Право требовать документы. Вы обязаны будете представляться и предъявлять свои документы. Соответственно, если вы обратились к сотруднику МВД, то вы поедете в отдел полиции, где вам составят протокол по 19.3 неповиновения законному требованию, основываясь на том, что вы отказались предъявить паспорт, даже если он у вас был. А как я вам уже объяснил, задерживать вас можно сразу. В связи с проверкой зарегистрированных в установленном порядке доносов срочно производить осмотр везде и всюду. Осмотры фактически мало отличаются от обысков и хуже гораздо, чем обыски, потому что их проводить можно в любое время суток. Это также мусора, понятые, возможная видеозапись и акт осмотра. Не протокол обыска, а акт осмотра, которому точно также могут приобщать и взъятые полученные предметы. Ну, подброшенные наркотики, например, вхождения меняют на проникновение. Везде и всюду, повсеместно, по доносу. Заломиться, вскрыть, залезьте. Ваше жилье в скором времени превратится в проходной двор для мусоров. Их стукачи и подельники и прочие мерзавцы, подшкурный под мусор, если хотите, будут строчить по заказу любого рода заявления о том, что вы торгуете спиртом, наркотиками, у вас дома взрывчатка, и они будут ломиться в ваши квартиры за тем, чтобы проверять, собственно, сообщения о преступлении. При наличии данных о том, заменить словами, если имеется основание полагать. Достаточные данные, это какие-то, хоть какие-то, ну, свидетельства, выраженные на бумагах, видеозаписях, фотографиях. А сейчас просто придумали мусора, и это является достаточным основанием полагать и, собственно, применять по отношению к вам закон о полиции для нарушения ваших прав и свобод. Сотрудник не подлежит преследованию за совершенные им должностные преступления и превышение полномочий. Ну и самое сказочное, удивительное, волшебное для мусоров новое новшество, это то, что их освобождает от ответственности. Теперь, если вы начнете с ними суд или подойдите на них в прокуратуру, напишите заявление в Следственный комитет. В ответ вы будете получать ровную эту выдержку из текста закона о полиции с добавлением «нет оснований не доверять сотруднику полиции» в целях ограничения соответствующих проверочных действий от мероприятий, осуществляемых в рамках правоотношений, регламентированных Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации. Но без суда и следствия. Дорогие друзья, в не столь отдаленном прошлом вся информационная повестка русскоязычного интернета была залита информационным поносом на предмет поправок в Конституцию. Голосование по путинским поправкам в Конституцию, наверное, состоится по оперативным данным в конце июня-начале июля этого года. Власть узурпировали не для того, чтобы ее уступать. Народное имущество захватывали не для того, чтобы его возвращать. Невинных людей сажали в тюрьмы не для того, чтобы их выпускать. Соответственно, можно было путем нехитрых умозаключений сразу понять, что эта верхушка, которая сейчас в России, она будет до победного. До тех пор, пока ее не свернет народ. Или тот же самый товарищ майор. Все проголосовали. Подождите, вам скоро объявят. Поправки в закон о полиции могут привести к посадкам в десятков тысяч человек, причем в короткие сроки. И об этом почему-то нету такого горячего обсуждения. Показывайте это видео вашим друзьям и знакомым. Обсуждайте эту тему. Почему? Потому что это недопустимо. Мы не можем позволить допустить внесение таких поправок в закон о полиции. Подписывайтесь на канал. Проверяйте подписку. Добро пожаловать в обсуждение. Все ссылки в описании. Ставьте лайк этому видео и пишите длинный комментарий. До скорых встреч. Всего доброго. Будьте здоровы.